В городах Ростове-на-Дону и Таганроге оперуполномоченные уголовного розыска Главного управления МВД России по Ростовской области при участии Росгвардии провели масштабную спецоперацию, в результате которой задержаны семеро участников организованной группы, подозреваемые в мошенничестве с недвижимостью. Как следует из материалов уголовного дела, 34-летний житель города Таганрога на подставное лицо зарегистрировал компанию по сдачу жилья. С октября 2018 года предполагаемый организатор группы и шестеро его сообщников, трое мужчин и четыре женщины, арендовали несколько офисных помещений в центре города Ростова-на-Дону и разместили объявления о предоставлении услуг своей компании на одном из интернет-сайтов. Роли между фигурантами были четко распределены. Один из них отвечал за покупку сим-карт и сотовых телефонов и представлялся владельцем квартир. Другой охранял офис. Женщины выступали в качестве менеджеров. Периодически злоумышленники меняли адреса и названия компании. В настоящее время органами предварительного следствия установлено, что клиенты вносили предоплату, которая предназначалась владельцам помещений в качестве арендной платы. Кроме того, злоумышленники уверяли граждан, что предоставленные услуги по поиску жилья оплачивать не надо. Это бремя ляжет на хозяев квартир. После заключения договора предполагаемый хозяин переставал выходить на связь. Алжерий Елтер сообщал, что речь шла о показании информационных услуг, а не аренды. И таким образом все условия выполнены. После чего также прекращал отвечать на звонки. По предварительным данным, от противоправных действий пострадали более 100 человек. В рамках уголовного дела, которое было возбуждено по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, были проведены обыски по месту проживания предполагаемого организатора и в арендованном офисе фиктивной организации. Изъяты ноутбуки, сотовые телефоны и более 400 сим-карт различных операторов сотовой связи. В настоящее время один из фигурантов заключен под стражу. В отношении его сообщников избраны меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.